Идея установления Дня народного единства в стране была озвучена еще в феврале прошлого года на 6-м Всебелорусском народном собрании. Президент Беларуси поддержал инициативу, после чего подписал указ об учреждении нового государственного праздника. В этом году День народного единства Беларуси будет отмечаться во второй раз. В преддверии праздника в Брестском техническом университете прошла акция «17 грани единства». Спикерами мероприятия выступили активисты Республиканского общественного объединения «Беларусь» и «Общество знания», а участники – представители общественных организаций патриотической направленности. Мы продумали повестку дня. Будем обсуждать именно актуальные вопросы, как то перспективы партийного строительства Республики Беларусь, патриотические ценности беларусского народа, цивилизационный выбор Республики Беларусь в современном мире, перспективы развития нашего общественного объединения, в каком направлении ему должно развиваться. Обсуждались также и такие важные вопросы, как духовные ценности и традиции беларусского народа, патриотическое воспитание молодежи, совершенствование отношений Беларуси с Россией. Диалог прошел явно очень содержательно, эмоционально и, конечно же, на высоком уровне. Мероприятия прошли на самом высоком уровне, и мы хотим получить хорошие практические результаты, а прежде всего посмотреть на региональном уровне лидеров общественного мнения, наших будущих спикеров, которые потом смогут на всю республику доносить нашу позицию, наше мнение, потому что Брестская земля – она священная земля, земля героев. Поэтому мы очень хорошо настроены на то, чтобы наши мероприятия были одними из лучших в стране. Марафон «17 грани единства» – это не просто прямая речь организаторов. Это диалоговая площадка, активными участниками которой стала в первую очередь молодежь. Они задавали интересующих вопрос и получали честные на них ответы. Вы говорили о том, что все люди страны, все патриоты должны думать не одинаково, а об одном. И чтобы все люди думали об одном, я считаю, должна существовать некоторая национальная концепция, которая выражает и национальную идею, и дух патриотизма страны. Я хотел бы услышать эту национальную концепцию. Для того, чтобы был консенсус между гражданским обществом и государством, существует основной закон – это Конституция Республики Беларусь. Все мы с вами были участниками различных диалоговых площадок, обсуждений на уровне города, области, конкретного предприятия, учебного учреждения и так далее. Мы все принимали участие для того, чтобы разработать эту национальную идею, которая бы воплотилась в основном законе как документе, но не только высший основной закон страны, основной закон – это и политический документ, который включает в себя согласие между обществом и государством. Все, кто выступали на диалоговой площадке, те, кто слушали и задавали вопросы, были едины в том, что духовные ценности и традиции нашего народа должны быть неизменными и опираться на опыт многих поколений. Это любовь к родине и сохранение института семьи в традиционной его форме, трудолюбие, терпимость и другое. Именно поэтому девиз форума звучит так – единство, истина, будущее. Эти три слова, с моей точки зрения, тесно связаны друг с другом и отражают замысел нашего проекта. Единство – потому что мы направлены на единение наших граждан. Наша задача – не разъединять, а объединять. Белорусское общество должно быть консолидированным, солидарным и сплоченным. Истина. Мы убеждены в том, что истинное знание – необходимое условие правильного принятия решений в современном мире. Очень многое, многие ошибки происходят от непросвещенности, от неразумия. Не случайно есть выражение «Сон разума рождает чудовищ». Мы должны просвещать разум, мы должны давать людям истинное знание о мире. Но и будущее, если мы будем едины, если мы будем просвещенными, зрелыми, то у нашего общества будет не просто будущее, а достойное будущее. То будущее, которое мы хотим видеть для себя и для своих детей. На мероприятии чувствовалось, что организаторы к нему подошли с большой ответственностью. Формат диалоговой площадки четко прослеживался. Вопросы от одного из спикеров этого мероприятия задавались всем студентам. Некоторые были в замешательстве, а некоторые отвечали с полной уверенностью. Говорят, что патриотизм в первую очередь – это тело, а не слово. Нужно ли говорить о патриотизме? А если говорить, то как? Для меня патриотизм – это любовь к людям, которые всегда окружают, желание расти, развиваться на этой земле. На этом все. Форум «17. Грани единства» – одно из первых мероприятий в рамках празднования государственного праздника Дня народного единства. Впереди в Бресте будут проводиться диалоговые площадки, форумы, автопробеги и, конечно же, концерты.